Добро пожаловать в будущее, братишка! Пока кто-то блокирует телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает полутора процентов в день до 55 процентов в месяц. Открывай депозит на сутки, неделю, две или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Йоу! Меня слышно вообще? Скажите, друзья. Меня слышно или нет? Напишите. Салам. Кто-нибудь мне ответит, меня слышно или нет? Слышно, заебись. Смотрите, сейчас я обещал просто в 14.00, я чуть-чуть не успеваю. Мне надо еще минуты три доехать до места, где я остановлюсь и спокойно уже смогу разговаривать. А пока что пусть соберется народ. Я читал вопросы, которые мне прислали. Конечно же, каких-то оригинальных и новых почти что там не было. Ничего такого, о чем бы я не рассказывал. Единственный вопрос, который мне запомнился, касается Рома Англичанина, потому что, насколько я знаю, вчера... Вчера была годовщина смерти. Меня спрашивали непосредственно, был ли я с ним знаком, как общался и так далее. Я могу сказать, что знакомы были, конечно, не очень хорошо. Видел я его в своей жизни несколько раз. Один раз так пролетом, когда мы делали с ЛСП трек «Мертвые президенты», мне нужно было у Олега забрать дорожки. И вот мы встретились в кафе, вместе посидели, поели, Олег мне передал дорожки, ну и Рома с ним тоже был. И второй раз, это когда у меня был концерт в Питере. Я не по Вавроре, года, наверное, год 16-й был. И после этого мы на хате, который снимали ЛСП и компания, мы жестко тусили после этого. Вот, собственно, все мои соприкосновения. Но за этот... Я знаю, что он очень позитивно относился к моей музыке. Ему она нравилась. И вообще, в принципе, за то время, что я его знал, ничего плохого за ним замечено не было с моей стороны. Веселый чувак, душа компании. Конечно, жалко всегда, когда люди ходят из жизни раньше, чем должны были бы. Вот, короче... Сейчас, секундочку. Я заеду. Короче, основное количество вопросов, как обычно, типа, чувак, приедешь к нам в город, этот вопрос так заебал за все это время, что я на него люблю отвечать так, что, типа, из серии... Блядь, мы приедем выступать в тайгу, когда волки нам на почту напишут, позовут нас, тогда приедем. Но, если по делу, вот есть очень у меня такая неприятная новость для меня, для тех, кто чего-то ждал. Осенью у нас были концерты, переговоры на сентябрь-октябрь, но, к сожалению, к сентябре у меня будет только одно клубное выступление в самом начале месяца, которое я потом анонсирую, а потом у меня будет операция на горло, мне будут удалять миндальны, и после этой операции мне нужно будет восстанавливаться. Полтора-два месяца мне нельзя будет выступать, сами понимаете. Нагрузка никакая на горло, нельзя, короче. Ничего, читать рэп, ничего нельзя. Выступать. Просто нужно приходить в себя, это время будет, и поэтому так получается, что просто придется взять. Ебаную паузу, это сейчас, конечно же, не в тему максимально, но горло меня ебет очень давно. Еще это все началось, типа, года три назад, и я помню, там я выступал в одном городе, у меня настолько-то была какая-то гнойная ангина, что меня даже забирали в больницу, глотать было больно. Ну и вот все, вся эта проблема комом-комом росла, и в итоге я сдал анализы, и мне сказали, что мне нужно вырезать миндальны, не знаю, как я буду жрать. Вот. Как я буду пить вообще это время. Говоря уже о том, как что-то делать. Вот. И, короче, получается такая ситуация сложилась, что через месяц у меня операция, и у меня есть месяц для того, чтобы сделать максимально много музыки, потому что мои планы никак не входило пропадать. Сейчас моя цель это сделать материала достаточно, чтобы я мог его выпускать и весь этот месяц, и те два месяца, пока я буду болеть. Поэтому, ну, может быть, в этом для вас какая-то хорошая новость будет. А так, если говорить про себя, то я, конечно, был огорчен, это мягко сказать, просто, скорее, шокирован, потому что только-только вот с момента последнего лизы я очень много занимался другими вещами полезными, я построил себе студию и так далее. На это ушло время много чем. И, короче, только-только вот я буквально сел за музло, начал его делать плотно, и тут такая хуйня просто сразу же. К счастью, рядом есть семья, есть друзья, которые могут поддержать. Вот. Ну, в любом случае, это все хуйня, не такие, короче, проблемы решались по жизни. Просто нужно время. Вот кто-то, кто-то, видимо, подсоединился недавно. Я, наверное, сохраню этот, сохраню этот эфир, потому что давно с вами не общался. Вот. кому будет интересно, потом посмотрят. еще вот вопрос, который мне запомнился, все спрашивают, типа, чувак, ты будешь еще выпускать рэп, трэп, или все, теперь все песни будут такие грустные. Бля, ребят, ну, сто раз вам говорил, я всегда делаю разную музыку, стараюсь. Рэп, никогда от него не отходил. То, за что меня полюбили, будет всегда стопудово. Поэтому просто мне интересно делать не эту однообразную хуйню, а как-то развиваться, пробовать себя в чем-то новом. В любом случае, я прямо сейчас уже на студии. Сейчас буду сидеть и что-то делать. Вот. сейчас опять постречаешься. Ребята, вот, ненавижу обсуждать свою личную жизнь, очень не люблю. Я ни с кем не встречаюсь. Давайте говорить, давайте на этом мы закончим. Я не люблю. Короче, личная жизнь должна оставаться личной, я считаю. И когда это становится публичной хуйней, и все все это обсуждают, это уже предстают быть личной жизнью. Вот. Но, блядь, в порядке исключения, да, я ни с кем не встречаюсь, я один. И, не знаю, не собираюсь ни с кем встречаться. так, что я еще хотел вам сказать. Завтра будет съемка для People Talk. Вот. Потом я снимаюсь в рекламе, радио, тоже на днях это все будет происходить. отдельно хотел сказать по поводу концерта в Екатеринбурге, который будет в конце августа. Эту операцию я бы сделал раньше, если бы не этот концерт, потому что я не хочу отменять концерт, я понимаю, что люди ждут, в ЕКБ всегда много людей приходит на концерты, всегда все клево проходит, понимаю, то, что люди ждут, что организатор накладный. Для меня очень важен конкретно этот концерт в Екатеринбурге, потому что если бы его не было, то я бы смог свои проблемы решить раньше, а из-за этого получается целая проблема такая. Вот. Поэтому мы для меня это особенный концерт, я хочу там бить максимальное количество людей, специально по этому поводу мы делаем даже, хотя это вообще так никогда практически не делаем, мы сделаем бесплатный фотосет, скорее всего, в магазине, не помню, как он называется, там в Екатеринбурге магазин от Сникерхеда, ну, с подобной продукцией, и все, у кого будут билеты, смогут туда прийти, и бесплатно со мной сфоркаться. Что еще хотел сказать? Толго отвечаю на один вопрос, но я отвечаю развернуто просто. Мне не интересно отвечать на вопросы, когда приедешь туда, когда мерч, как тебе вот этот рэпер и так далее. Все, что типа по 10 раз спрашивали, одно и то же повторять. Обычно мои эфиры выглядят так, что я захожу и сам рассказываю то, что считаю нужным, то, что мне интересно и и так далее. А вы все спрашиваете одно и то же. С кем встречаешься, как встречаешься. Чуваки, знаете, как со мной, девчонки, наверное, как тяжело найти человека, который сможет вывозить тебя в плане того, что ты постоянно занят и нужно, во-первых, тебе доверять, что ты действительно занят. Не какой-то хуйней занимаешься, с кем-то другими бабами лазишь, а реально занят своим делом работаешь. И эта работа с трое до вечера. Нужно быть очень понимающим человеком, чтобы было возможным находиться в отношениях вот таких вот, когда ты почти не видишь своего парня. Вот, поэтому с этим у меня все всегда было плохо, и даже когда оказалось, что все хорошо, оказывается, что все все плохо. Вот, так что я не знаю, пока что, видимо, не для меня вся эта история первый трек. Так, сейчас, короче, где ключ? сейчас, вся, 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 пойдем на студию и вам покажу свою студию. йоу, я не бой минутка-минутка ребята вот мы на месте оба сейчас я открою откроем шторы зацените что я себе построил сейчас еще тут работают только я и больше никто творческий беспорядок небольшой вот здесь рождается рэп вот в этом самом месте вот такие пироги вот на это ушло примерно полтора месяца моей жизни до теперь больше не нужно ни под кого подстраиваться представляете как обидно вот только-только-только-только я это сделал и мне нужно взять операцию делать я в аху и просто не передать словами до русские рэперы не заебывайте меня я вас не буду писать себя на студии никакого бизнеса чисто моё дерьмо какие дела короче ребятки давайте я вас был рад всех слышать эфир я сохраню для тех кто только подключился вот рад полосах вас всех увидеть очень много музыки на подходе висел на студии с рокетом вчера или когда вчера позавчера приезжал платина платина и рокет и мы работали с ними с вечера до самого раннего утра вот так что музыки на подходе куча буду раскрывать всех карт основными новостями которыми я хотел поделиться я поделился вот так что давайте всем всем мир вот так что поэтому как получилось достаточно это возможно руб Продолжение следует...